Инстардинг представляет Что происходит в голове у закоренелого прокрастинатора? Прокрастинация, от английского procrastination, откладывать. В психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящие к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. В университете известный блогер Тим Урбан изучал госуправление, поэтому ему задавали множество письменных работ. Обычно студенты распределяют свою работу вот так. Потихоньку начинают и все успевают без особых проблем. Тим Урбан хотел действовать так же, но как-то так складывалось, что в итоге у него получалось вот так. И так было каждый раз. Но затем ему нужно было сделать 90-страничную дипломную работу, на которую, по идее, отводится год. И тут уже обычный подход не сработал бы, слишком масштабный проект. Тим решил действовать вот так. Это был его план на год. Начать потихоньку, ускориться к середине и еще добавить в конце. Получалась своего рода лесенка. Но в первые месяцы Тим так и не сел за работу, и пришлось план корректировать. Теперь график выглядел вот так. Следующие месяцы не изменились. Он так и не начал писать. Ситуация стала такой. В одно утро Тим проснулся и понял, что до сдачи осталось три дня, а у него не написано ни слова. В итоге ему пришлось написать 90 страниц за 72 часа. Он провел целых две бессонных ночи. И вот через неделю ему звонят из университета и говорят про его диплом, мол, это лучшая дипломная работа на нашей памяти. На самом деле нет. Такого не было. Диплом был плохой. Тем не менее, Тим стал писателем и блогером, и в какой-то момент решил разобраться со своей прокрастинацией. Дело в том, что его поведение всегда озадачивало окружавших его непрокрастинаторов. И ему захотелось объяснить всему миру, что происходит в головах прокрастинаторов и почему они такие. У него была теория, что мозг прокрастинатора на самом деле отличается от мозга остальных людей. Чтобы это проверить, он нашел лабораторию с МРТ, где просканировали его мозг и мозг проверенного непрокрастинатора для сравнения. Давайте взглянем на результаты. Вот мозг непрокрастинатора. А вот мозг Тима Урбана. И там, и там есть рациональный человечек. Но в мозге прокрастинатора живет еще и обезьянка, требующая сиюминутных удовольствий. У прокрастинатора все идет отлично, пока не случается это. Рациональный человечек принимает рациональное решение продуктивно поработать, но обезьянка против. Она берется за штурвал и говорит, давай-ка лучше позалипаем в ТикТоке. Потом, потом прогуляемся к холодильнику, чтобы посмотреть, что там изменилось за последние 10 минут. Затем зайдем на Ютуб, там как раз вышел новый выпуск Дудя. И на продуктивную работу времени никак не остается. Проблема в том, что обезьянка живет настоящим. Она не помнит прошлого, не знает будущего, и ее волнуют только две вещи, чтобы было легко и весело. У животных с этим нет никаких проблем. Например, если вы собака, и всю жизнь только и делаете, что веселитесь, вы очень успешный пес. В пещерные времена нам хватало одной лишь обезьянки. Нам надо было хорошенько высыпаться, кормиться и размножаться. Но сейчас у нас в мозге появился другой персонаж. Рациональный человечек, который позволяет нам делать то, чего не могут другие животные. Мы можем представлять себе будущее, видеть общую картину, строить далеко идущие планы. И он хочет за всем этим уследить. Хочет, чтобы мы делали то, что имеет смысл прямо сейчас. Да, иногда у обезьянки и человечка случаются совпадения, когда надо поужинать или поспать, или насладиться заслуженным отдыхом. Но случается, что гораздо более разумно сделать что-то менее приятное и более трудное, если смотреть на вещи масштабно. И тут уже возникает конфликт. Для прокрастинатора этот конфликт всегда заканчивается одинаково. Он проводит больше времени в оранжевой зоне, там, где легко и весело, за пределами круга рациональности. Тим Урбан называет это место зловещей игровой площадкой. На зловещей игровой площадке происходят все развлечения, тогда, когда для развлечений совсем не время. Эти забавы мы не заслужили. Над нами висят все замечательные спутники прокрастинатора. Чувство вины, страха, тревоги, отвращения к себе. И возникает вопрос, как прокрастинатору перетащить себя в синюю зону, которая гораздо менее приятна, но важные дела вершатся именно там. Что ж, оказывается, у прокрастинаторов есть ангел-хранитель, всегда присматривающий за ними и оберегающий в самые тяжкие минуты. Его зовут паническое чудище. Обычно оно спит, но когда истекает срок или когда вам грозит публичный позор, катастрофа на работе или другие жуткие последствия, он просыпается. Чудище — единственное существо, которого страшно боится обезьянка. Вся эта история с тремя персонажами — схема работы прокрастинатора. Мало привлекательно, но в итоге работает. Об этом Тим Урбан и написал в своем блоге несколько лет назад. И комментарии читателей его просто поразили. Приходили буквально тысячи сообщений от самых разных людей со всего мира, людей самых разных профессий — медсестер, банкиров, художников, инженеров, а также большого числа аспирантов. И все они говорили одно и то же. У меня такая же проблема. Но его поразил контраст между легкомысленным тоном поста и серьезностью этих сообщений. Люди были глубоко расстроены тем, как прокрастинация повлияла на их жизнь, тем, что сделала с ними обезьянка. Он задумался, если система прокрастинаторов работает, в чем же дело? Почему все эти люди так расстраиваются? Оказывается, существуют два вида прокрастинации. До этого мы говорили о примерах, где присутствуют сроки. А когда поставлен срок, влияние прокрастинации ограничено коротким временным отрезком, спасибо паническому чудищу. Но есть и другой вид прокрастинации, когда никаких сроков нет. Хотите построить карьеру, начать свое дело в искусстве, бизнесе? Сначала там нет никаких крайних сроков, потому что ничего не происходит, пока вы не соберетесь и не начнете трудиться, пока все не закрутится как надо. Помимо карьеры, есть еще масса важных вещей, в которых нет крайнего срока. Например, навестить родных, заняться спортом или своим здоровьем, укрепить отношения, или же разорвать отношения, которые себя исчерпали. Если единственный способ решения сложных задач прокрастинатора – помощь панического чудища, это проблема, потому что в бессрочных ситуациях никакое чудище не придет. Ему незачем пробуждаться, и здесь прокрастинация ничем не ограничена, все откладывается до бесконечности. Именно такую долгосрочную прокрастинацию реже замечают, и намного реже обсуждают, чем такую забавную, краткосрочную, с четким дедлайном. Это тихие и незаметные мучения. Это может быть очагом продолжительных страданий и сожалений. Поэтому так много людей отреагировали на пост Тима Урбана, поэтому им было так плохо. Их проблема не оврал. Проблема – долгая прокрастинация, заставлявшая их наблюдать, как жизнь проходит мимо. Они расстроены не от того, что не исполнили мечту, а от того, что не смогли даже начать двигаться в ее направлении. В какой-то момент Тима Урбана озарила. Он понял, что не прокрастинаторов не существует. Есть более запущенные и менее. У некоторых здоровые отношения с дедлайнами. Но не стоит забывать, что самая коварная уловка обезьянки идет в ход, когда сроков нет. Напоследок, давайте посмотрим на так называемый календарь жизни. В нем по квадратику на каждую неделю 90-летней жизни. Не так уж и много квадратиков, к тому же мы уже израсходовали целую кучу. Вот, например, как выглядит этот календарь у 35-летнего человека. И это, конечно, если ему повезет прожить 90 лет. Внимательно вглядитесь в этот календарь. Подумайте, что вы в действительности откладываете, потому что это случается в жизни каждого. Нужно помнить об обезьянке, требующей сиюминутных удовольствий. Это задача для всех нас. А так как квадратиков не так уж и много, начать, наверное, стоит уже сегодня. Ну, может, не сегодня. Сами понимаете. Как-нибудь потом. КОНЕЦ